Эту передачу я посвящаю всем работникам телевидения. Здравствуйте, господа мои работники телевидения. А теперь уже для неработников телевидения я объясняю, чем мы занимаемся. Мы занимаемся проституцией. Вы понимаете, мы занимаемся проституцией. Да, так и получается. Потому что мы ходим, 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 везде предлагаем свои денежные средства, которые вы могли бы в нас потратить, а мы бы вам это дело обновили, если у вас получился хороший результат. К слову о проституции. Вот к вам пришел человек, спросите, чем ты занимаешься. Если он скажет, что я такой крутой и навороченный, ну вы же меня смотрите, да, и вы должны понять. Мы говорим о трех степенях развития проституции, да. Самая простая проституция это вот всякое говно. И вот это ваше говно распитнуло. Ну, может быть, да. Просто отношение такое же будет. Каким говном вы нас спичкаете, такое говно мы и будем продавать. Другой вопрос. Это уже куртизанки. То есть я типа, я повыше немножко. То, что и мозги есть, и все остальное. Вот. Это называется подход, качественный подход к вашему делу. Да, это хорошо. Стоит, естественно, выше результат. Вы понимаете, о чем речь идет. И самый конечный результат это политические проститутки. Так вот, политических проституток их не так уж и много, если честно. И все работники мелкой сферы проституции хотели бы рано или поздно стать политическими проститутками. Сколько политических проституток? Я объясняю, сколько. Но не более ста человек. Не более того, все они работают в Москве, естественно. Вы прекрасно понимаете, что они вам объясняют. По всем определенным каналам везде идет жесткая прессовка, да. Спросите у них, чем вы будете заниматься. Если они вам конкретно скажут, что они занимаются политическими проститутками, то это будет хорошо. Вот. Ну, и о себе лично, да. В своем детстве я как-то мечтал быть пилотом. К сожалению, не получилось. Я мечтал быть полицейским. Ну, я это и делаю, естественно. Я мечтал быть клоуном. Так вот, одновременно с проституцией я занимаюсь еще и клоунатой. К слову, о том, о чем мы сейчас будем говорить. Да, то есть, целый год нам показал, что это все не очень хорошо было. Потому что люди типа везде начали экономить. Это очень плохо было. Все начали реально везде экономить. Просто супер. Везде экономят. Это просто красавица. В связи с тем, что я алкоголь не употребляю, вы должны понять. Я... Кстати, материал идет как раз 2 января. Новый год практически прошел. Так вот, под Новый год я просто у меня супруг заболел, да, и мне пришлось все еще отвозить. Грубо говоря, мы отметили 12 часов ночи. Везде начали пых-пых-пых полыхать все это дело. Вот видите, вот это вот. Вот видите, вот это все называется полыхание. То есть, 15 минут я начал вылазить из своего дома. Проехал по всему городу. Весь город полыхал, 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 полыхал огнями. Если бы я заехал, взял бы вот эту замечательную камеру, я бы потратил, ну, не сложно было доехать просто на... Реально тратил бабку. Ну, как вы хотите. То есть, мы не будем говорить, что кризис в городе. И тогда... Ну, хотя, что, о чем мы сейчас говорим, да, то есть, если мы говорим о проституции вообще как таковой, да, ну, сколько она стоит? Два-три тысячи, да, ну, можно девочку взять и там шпакануть ее. А то же самое и вы. То есть, разницы нет никакой. Вы опустились и стали настоящими, говнюшными, проститутками, работники нашего замечательного телевидения.